Больницы области готовятся к борьбе с гриппом. Пока ситуацию называют предэпидемической. Порог заболеваемости еще не превышен, но каждую неделю медики фиксируют все больше заболевших. Сейчас и больше 22 тысяч, есть и смертельные случаи. В Минздраве следят, чтобы в аптеках было достаточно лекарств, препаратами уже запаслись в больницах. Медики готовы перепрофилировать палаты, если будет слишком много пациентов. Главное, о чем просят жители, не заниматься самолечением. И при первых же признаках болезни вызывать врача надо. Это поможет избежать осложнений. Подробности у Марии Агеевой. Галина Мисбахова. Подготовить капельницу может за минуту. Скорость в работе очень важна. Нужно успеть поставить капельницы всем своим пациентам. И еще проверять каждого из них дважды за время процедуры, чтобы контролировать самочувствие больного. И не упустить момент, когда раствор закончится. На вчерашний день у меня было 25 человек, которым нужно было поставить капельницу, подойти, проверить. И потом капельницу убрать и спросить, как они себя чувствуют. Лучше им стало или хуже. Сказать об этом доктору. Больницы области готовы принять пациентов в случае эпидемии. В 39 учреждениях есть больше тысячи инфекционных мест и больше 600 реанимационных. В 8-й городской больнице Челябинска с диагнозом грипп и ОРВИ уже лежат 60 человек. Но ситуация не критическая. Свободные места еще есть. Все пациенты находятся в закрытых боксах. Там есть бактерицидные лампы, которые могут очищать помещение от вирусов даже в присутствии больных. Каждое утро в палатах уборка. Посещение под строгим запретом. Даже для родственников. Можно только передать вареное мясо или фрукты через стол справок. Лекарствами в больнице запаслись. Есть необходимые противовирусные препараты, антибиотики, растворы, таблетки от кашля и боли в горле. При необходимости принять здесь могут больше людей. Мы уже, к сожалению, это все проходили. То есть мы, если есть необходимость, перепрофилируем отделение. Тут всякие внутренние. В общем-то, в принципе, больница может порядка 200 человек спокойно наш корпус принять. Больных в это отделение госпитализируют, если больше суток держится температура. Если есть проблемы с дыханием, сильный кашель. Осложнения обычно проявляются на второй день. Дополнительным показанием являются некоторые хронические заболевания. Например, диабет, проблемы с сердцем и легкими. Они, как правило, обостряются при заражении гриппом и ОРВИ. Обязательно госпитализируют беременных и детей до трех лет. У них вирусные болезни всегда протекают сложно. Сейчас в области зарегистрировано больше 22 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. У четырех человек подтвердился диагноз «свиной грипп». От него в МИАСе одна пациентка скончалась. 61-летняя женщина слишком поздно обратилась к медикам. Пять дней лечилась дома сама и в больницу поступила уже в тяжелом состоянии. Затягивать заболевание не надо. Оно характеризуется тем, что в отличие от других инфекций, именно высокоподогенный грипп приводит к осложнениям. То есть пациент умирает не от самого гриппа, не от вируса, а от тех осложнений, которые он вызывает. По этому случаю это была пневмония. Двухсторонняя тяжелая тотальная пневмония. Меры предосторожности сейчас принимают в школах. В Челябинске на карантин закрыли один класс, а в Магнитогорске на несколько дней отправили отдыхать всех учеников. Сейчас они уже вернулись к занятиям. Всем учебным заведениям области рекомендовано проводить мероприятия по профилактике гриппа. В Златоусте на входе в 21-ю школу дежурит медик, проверяет детей. Тех, кто с насморком и красным горлом, отправляет домой. Классы здесь проветривают на каждой перемене. А в столовой разработали витаминное меню. В нашей школе каждый день чесночок мы добавляем в блюдо, лимончик идет, по желанию дети берут. Соки в осадюменьке, в коробочке, в стаканчиков наливаем. Салатики даем, овощные, винегрет, капуста у нас бывает каждый день. Компотики варим, в компот добавляем аскорбиновую кислоту. Врачи напоминают о мерах предосторожности. Пока не ходить на массовые мероприятия. Есть больше гриппфрутов и продуктов, богатых белками. Пить ягодные морсы без сахара. Мыть руки с мылом и проветривать помещение каждые 10-15 минут. Заниматься спортом и высыпаться. Для полной уверенности можно пропить профилактический курс противовирусных лекарств. Оставить прививки уже поздно. Это нужно было делать до начала сезона гриппа. После вакцины организму нужно 2 недели на выработку иммунитета. Медики напоминают, при появлении серьезных симптомов гриппа нужно оставаться дома и сразу вызывать врача. Мария Геева, Антон Захаревич, ОТВ. Рекомендации врачей, как укрепить здоровье накануне эпидемии, читайте на нашем сайте.